Экс-премьер Украины предупредил о последствиях помощи от МВФ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о тяжелых последствиях, с которыми вскоре столкнется Украина из-за долга перед Международным валютным фондом МВФ. Об этом он в воскресенье, 30 декабря, написал в своем Facebook. По его словам, киевские власти умалчивают о том, что вернуть заим по последней программе помощи в размере 3,9 миллиарда долларов необходимо уже к февралю 2020 года. Таким образом, учитывая ранее предоставленные кредиты на сумму 8,7 миллиарда долларов, общий размер долговой нагрузки к тому времени составит свыше 12 миллиарда долларов. Распоряжаются фондами, знал ли МВФ о военном положении на Украине как инициатива Петра Порошенко отразилась на экономике страны ждите очередного повышения цен, тарифов, потому что кроме как средовых граждан киевский режим брать деньги не умеет, заявил Азаров. С 2015 года МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на преобразование в стране. В общей сложности речь шла о 17,5 миллиарда долларов, из них частями фонд осуществил транши на сумму 8,7 миллиарда долларов. Очередное поступление средств было запланировано на конец 2017 года, но этого так и не произошло. В октябре этого года МВФ договорился с украинскими властями об условиях запуска нового соглашения стендбай. Сроком на 14 месяцев. Предполагается, что в сумме Киев получит от кредиторов около 3,9 миллиарда долларов. 21 декабря Украина получила первый транш по новой схеме в размере 1,4 миллиарда долларов. Благодаря этому поступлению, как заявили в НАЦЕ банки, международные резервы страны выросли до 20,1 миллиарда долларов, достигнув таким образом показателей января 2014 года. В ближайшем будущем запланировано еще одно перечисление на сумму 2,5 миллиарда долларов. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований. В заключенном меморандуме изложена конкретная политика, которой Киев должен руководствоваться в 2018-2020 годах. В частности, Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса. Уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018-2019 году. Бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%. Проведение налоговой амнистии исключается. Кроме того, в 2019 году Киев обязан выплатить МВФ 600 миллионов долларов, а также гасить долги по еврооблигациям прошлых лет. По словам украинского экономического эксперта Виктора Скаршевского, за время сотрудничества с МВФ внешний долг Украины вырос на 13 миллиарда долларов. Киеву уже пришлось повысить цены на газ для населения. С 1 ноября они выросли на 23,5%. После этого в ряде украинских городов возникли проблемы с отоплением. Например, в Кривом Роге без тепла остались более полумиллиона местных жителей, 2011 домов, 78 школ, а в городе Смело, Черкасская область ввели режим ЧП, в стране начались протесты. 14 ноября киевляне заблокировали центр украинской столицы, протестуя из-за отсутствия отопления в жилых домах. Через несколько дней около сотни жителей Закарпатской области Украины перекрыли трассу Киевчоп с требованием к властям снизить цены на топливо и газ.